Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области. Минфин должен в 10-дневный срок внести в правительство соответствующий документ. О том, поможет ли бизнесу, оказавшемуся в зоне боевых действий, эта отсрочка, сейчас и поговорим. Здравствуйте, сегодня вторник, 20 августа, с вами Максим Блант и свежая новость дня. В официальном телеграм-канале российского правительства вчера вечером появился текст следующего содержания. Процитирую целиком, сообщение короткое, лишних подробностей там нет. Итак, Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области. Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Минфину поручено внести в 10-дневный срок проект соответствующего акта правительства. Конец цитаты. Считается, что в российском правительстве, точнее в его экономическом блоке, которым руководит премьер-министр Михаил Мишустин, собрались люди как минимум адекватные и профессионально подготовленные. Если сравнивать с другими ответвлениями власти, может оно и так, но если подходить с общечеловеческими мерками, все выглядит не вполне адекватно. Начать с того, что наступление украинской армии в Курской области началось 6 августа, то есть ровно две недели назад. И все эти две недели премьер-министр был так сильно занят, что подумать о том, что делать с предпринимателями, оказавшимися в зоне боевых действий, просто не было времени. Впрочем, и когда время появилось, подумать все-таки не получилось. Отсрочка на год по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, который существовал на территориях, занятых украинскими войсками, и который в ряде случаев лишился всего, это больше похоже на издевательство, чем на реальную помощь. С другой стороны, предприниматели, ведущие деятельность на приграничной территории Курской области, понятие растяжимое. Потому что на приграничной территории Курской области работали и многочисленные отделения крупных банков, и бензоколонки крупных нефтяных компаний, и магазины ведущих розничных сетей. То есть формально и Роснефть с Лукоилом, и Сбербанк с ВТБ, и Газпром, и еще множество налогоплательщиков, без которых от российского федерального бюджета мало что останется, подпадают под категорию компаний, которым правительство собирается дать отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Понятно, что Минфин, которому поручено подготовить постановление правительства, найдет нужные формулировки и сделает все, чтобы оставить минимальное число компаний и предпринимателей, которые смогут воспользоваться налоговой отсрочкой. Вот только для бизнеса, у которого основная деятельность была сосредоточена на упомянутых территориях, это, повторюсь, мертвым припарком. Тот же подход, кстати, практикуется и по отношению к жителям, в дома которых пришла война. На прошлой неделе правительство расщедрилось на 600 миллионов рублей из своего резервного фонда, и теперь пострадавшие жители Курской области смогут получить не 10, а целых 25 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. А днем позже тоже правительство выдало 700 миллионов, то есть на 100 миллионов больше, на развитие рыбохозяйственного комплекса. Рыбохозяйственный комплекс — это, конечно, важно, но с приоритетами в Кабинете министров явно что-то не так. Или с адекватной оценкой того, что происходит на российской территории. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.